Друзья, здравствуйте! Ровно 30 лет назад Украина потеряла свой третий по мощности в мире ядерный потенциал. Именно в середине января в Москве было опубликовано общее заявление Кравчука, Клинтона и Ельцина о ядерном разоружении нашей страны. Могло ли всё быть иначе? Могло ли в теории сохранение ядерного оружия повлиять на начало большой войны? Об этом и не только. Сегодня поговорим с международным аналитиком Александром Демченко. Александр, здравствуйте! Приветствую, Юж. Ну, друзья, только после того, как вы поставите лайк этой беседе, тема на самом деле важная. Хотелось бы, чтобы большее количество людей увидело нашу сегодняшнюю беседу. Ну и подпишитесь на YouTube-канал Дмитрий Гордон, Алиса Бацман и в гостях у Гордона. Вот, Александр, как раз в 30-й годовщине отказа Украины от ядерного оружия в сети появились кадры архивные, на которых Леонида Кравчука просят не отдавать ядерное оружие, пока Украина не станет сильнее. Мол, давайте ещё 20 лет хотя бы подождём, встанем на ноги. И Кравчук же отвечает, мол, это решаю не я, Верховная Рада проголосовала за постепенное разоружение нашей страны. И вот этот основополагающий вопрос, которым, наверное, задаются все. Могло ли всё пойти иначе? Владимир Путин не смог победить и переиграть Кравчука во время его жизни, Кравчука. Поэтому теперь он решил его уже пинать ногами, когда тот лежит в могиле, упокоенной в земле. Я официально вам заявляю, что то, что сейчас происходит, это целенаправленная дезинформационная кампания ФСБ-КГБ Российской Федерации во главе с Путиным против Леонида Макаровича Кравчука. Мы помним с вами недавний опрос «Кравчук или Черновол?». Мы сами уже об этом говорили. Когда никакого выбора на самом деле в 1991 году не было, и выборы президента 1991 года изначально подстраивались для того, чтобы Украина получила независимость и президента Кравчука. И президент Америки Джордж Буш-старший агитировал всех и поддерживал его кандидатуру. Но мы почему-то сейчас спекулируем на эту тему. Теперь у нас новая история — ядерное вооружение. Почему это происходит? Потому что Владимир Путин и его габисты, чекисты, понимают прекрасно, что Леонид Кравчук — это символ независимости Украины. И сейчас необходимо эту независимость опорочить и растоптать, чтобы никаких столпов у этой независимости не осталось, таких как Леонид Макарович Кравчук. Теперь относительно истории. И людей, которые эту историю совершенно не знают, к большому сожалению. За полгороду распада Советского Союза, Москва и Вашингтон подписывают договор СНВ-1 о сокращениях наступательного вооружения, о сокращениях ядерных как боеголовок, так и зарядов. Средств доставки в том числе. Через полгода, и американцы не понимают ещё, что Советский Союз рухнет, но через полгода у нас происходит встреча в Беловежье, Беловежское соглашение. Откройте его, прочитайте. Все те, которые сейчас спекулируют на теме Кравчука. В Беловежском соглашении чётко чёрным по белому написано, что Украина и Беларусь соглашаются с идеей разоружения и полного отказа от ядерного потенциала. Эта идея поддерживается в том числе и США, которые очень боятся развала Советского Союза и того, что ядерное оружие окажется не в тех руках. И вот у Кравчука выбор — обмануть Ельцина, не создавать СНГ, то есть имеется в виду не подписываться под созданием СНГ и превращение его в Советский Союз версии 2.0, чего хотел Борис Николаевич Ельцин и тоже чекисты и гебисты того времени. И получить независимость для Украины, вырвать её из лап россиян. Или оставить ядерное вооружение, которое уже доходило к тому времени, все сроки годности проходило. Украина только его обслуживала. Денег у Украины для содержания ядерного вооружения не было. Центр, который принимал решения по запуску и управлению баллистическими и другими ракетами, носителями разными, а в том числе и носителями ядерного вооружения, находился в Москве, и не в Киеве, и не в Минске, и не на территории Казахстана, конечно. Находился в Москве. И у Украины какая была ситуация? Мы могли оставить это вооружение, но спустя какой-то промежуток времени, 5-8 лет, мы уже тогда просили бы деньги у Москвы, специалистов у Москвы, просили бы её перевозить, содержать, модернизировать, управлять и финансово помогать Украине. Никакой независимости Украины спустя 5-7 лет, 8 лет, после неподписания Украины или согласия Украины это оружие сохранить, никакой бы независимости от Москвы не было. Москва бы нас хавала ещё бы тогда. Это первое. Теперь относительно вранья. Сразу после этого происходит встреча в Астане, необходимо укатать Казахстан. Казахстан соглашается. Украина, Беларусь и Казахстан передают России тактическое ядерное вооружение. 92-й год, Лиссабонский протокол. Украина, Казахстан и Беларусь, как агитируют США и Москва, должны согласиться с идеей и подписать также СНВ-1, сократить всё, что только можно и передать стратегическое ядерное вооружение. И, помимо всего прочего, согласиться и подписать договор о нераспространении ядерного вооружения. Украина, да, сразу, как только получила независимость, сказала, что она будет безъядерной страной. И если бы она этого не подписала и Беларежья не было, до этих всех процессов Украину поддержала и признала независимость только Польша и Канада. После все остальные 100 слишком стран. В 92-м году Украина не хочет подписывать Лиссабонский протокол. И говорит, мы согласны его ратифицировать, это говорит Кравчук, которого поддерживает Верховная Рада Украины. Мы согласны его ратифицировать, но с тем условием, что Украина всё-таки сохранит ядерный потенциал. Почему это происходит? Потому что начинается война за Крым, война за Черноморский флот, проведение при поддержке России референдума в Крыму, организована автономия Крыма при помощи этого референдума, война указа за Черноморский флот, борьба за войска. Но Верховный Совет РСФРСР в 92-м году говорит о том, что указ Хрущёва о передаче Крыма является неконституционным. Крым — это Россия. В 93-м году, когда происходит борьба между Ельциным и парламентом России, парламент говорит, что Севастополь — это российская территория и издаёт соответствующее постановление. В связи с этими событиями Украина созывает ООН, Совет Безопасности, где Россию вынуждают поддержать идею того, что Украина должна быть территориально неделима и целостна. Но всё это уже происходит, и Украина отказывается отдавать ей свой ядерный потенциал. Когда в 93-м году, в начале, в январе, точнее, в 94-м, в начале, в январе, встречаются Кравчук, Клинтон и Ельцин в Москве, Украина подписывает вместе с ними трёхстороннее заявление. Мне повезло в своей жизни, потому что я брал своё первое интервью, когда был очень-очень юн, у Леонида Макаровича Кравчука, и он мне дал своё последнее интервью. И я долгие годы с ним дискутировал в отношении тех или иных вопросов. И вот так как вы у меня, я у него спрашивал, зачем вы отдали им ядерное оружие? А он мне сказал в отношении вот этой встречи и подписания трёхстороннего заявления в Москве. Он говорит, я подписал заявление. Оно юридической силы не несёт. И когда Кравчук вернулся в Украину, он передал Верховной Раде этот вопрос. А Верховная Рада отказывалась ратифицировать Лиссабонское соглашение и всё остальное. И только когда пришёл Леонид Кучма, Верховная Рада и ратифицировала сразу же в ноябре Лиссабонский протокол, и стала частью договора о нераспространении ядерного вооружения, и согласилась с постановкой вопроса об СНВ-1. И передала всё России, подписав Будапештский меморандум. А теперь самое интересное. Вот мы сейчас все слышим о гарантиях безопасности. Все говорят, гарантии безопасности, гарантии безопасности Украины, Будапештский меморандум был плохой. Будапештский меморандум был плохой. Да, он ни к чему не обязывал. Международные документы, понимаете, в них нет такого определения в международном праве, как гарантии безопасности. Но есть обязательства, с одной стороны, а с другой стороны есть заверения. Если заверения, забудьте об этом, никто ничего выполнять не будет. Будапештский меморандум о заверениях. А обязательства, как вот сейчас, оборонные обязательства, это обязанность государству что-то выполнять. Так вот, когда в 1994 году Кравчук подписал вместе с Клинтоном и Ельциным этот документ, его стороннее заявление, там и США, и Россия, и Ельцин там в этом же документе писал и Британия, давали свои обязательства, давали обещания, не заверения о том, что Украину они будут защищать, что территориальная целостность будет сохраняться, что ни одно государство не будет притеснять или забирать территории, что не будет угрозы ядера по Украине, что не будет шантажа, и что ядерное государство не будет нападать на Украину. И это бы Украина, если бы Кравчук остался президентом, то, что мы называем гарантией небезопасности, потом бы подписал, потому что они обязались подписать соответствующий документ при Кравчуке. Именно поэтому Кравчук согласился передать стратегический ядерный потенциал Украины. Но пришёл Кучма и подписал Будапештский меморандум. Так что ничего Кравчук никому не передавал в этот промежуток времени. А вот Путин и его шайка, и его чекисты сейчас специально чернят Леонида Макаровича Кравчука, который уже тогда хотел и требовал, и в том числе в этом документе было подписано, что США, Россия и Британия будут требовать и от Франции, и от Китая конкретных оборонных обязательств и гарантий для Украины. Но мы профукали, потому что Москва поставила своего президента. И специально всё сделали для того, чтобы Кравчук проиграл. И уничтожила его рейтинг при помощи того, что захватила Крым, поставив туда Мешкова. Спасибо за интересный и правильный акцент, Александр. Только один вопрос сразу возникает. Почему процесс так ускорился с приходом Кучмы к власти? Потому что Россия считала, что Кучма её президент, пророссийский президент. Она поддерживала Кучму, все деньги вливала в Кучму во время избирательной кампании. Его главный конкурент был Кравчук, она топила Кравчука. Как только Кучма стал президентом, вопрос Крыма сразу же завершился. Почему закончился этот вопрос? А зачем нам брать Крым, если у нас есть вся Украина? Считали в Москве. Но потом Кучма оказался не таким уже пророссийским президентом, а президентом, который хочет управлять отдельно взятой Украиной и более того, поворачиваться ещё и в сторону НАТО. Потом прижучили Кучму. Вот и всё. Но он допустил ошибку с Будапештом. Друзья, уверен, у вас есть свои мысли по этому поводу. Оставляйте их в комментариях. Только, пожалуйста, опирайтесь на то, что сегодня рассказал Александр, а не только на эмоции. За мной Майдан. За мной Крещатик. Главная улица Киева, столица независимой Украины, которая воюет за свободу с путинской фашистской Россией. Все самые свежие новости Украины и мира. А ещё профессионализм, патриотизм и совесть. Телеграм-канал Дмитрий Гордон. Вы ещё не с нами? Немедленно подпишитесь и будете знать всё. И вот, кстати, если мы вспоминаем о Беларуси, недавно министр обороны союзного с Россией государства заявил о том, что в новой военной доктрине Беларуси будет описан план применения ядерного оружия. Ну, там были все эти оговорки. Мы, мол, не хотим, но в случае необходимости применим. Опять-таки, Лукашенко не первый раз уже с этим оружием носится, с ядерным, хотя мы понимаем, что оно находится под полным контролем Российской Федерации. Вот этот шаг о внесении и применении ядерного оружия в военную доктрину Беларуси, он продиктован Минском или Москвой? Он продиктован Москвой и лично Путиным. Это первое. Второе. То, что говорит Хренин, к этому необходимо относиться вполне серьёзно. Я позже объясню, почему. Третье. Россия, поставляя туда и создавая инфраструктуру для тактического ядерного вооружения, по большому счёту, мы сейчас видим, что Беларусь уже не является частью договора о нераспространении ядерного оружия, что Путин таким образом уничтожил то самое Беловежское соглашение. Его нет. А значит, для Рапутина и Советский Союз существует. Я напомню, что, кстати, Российская Федерация отказалась от Беловежского соглашения. Что мы сейчас видим? Вопрос же не просто в доктрине. Вопрос в том, что Путин поднимает ставки, повышает их при помощи Беларуси. Он говорит европейцам и американцам, вот теперь у вас на границе будет ещё и ядерное оружие, ещё больше его будет. Если вы сейчас с Украиной не решите вопрос, о чём буквально сегодня заявил Лавров, если сейчас вы не решите, то с ней будет как с Афганистаном и потом ещё и как с Ливией. А потом ещё и посмотрите, мы ещё сюрпризы вам приготовим. Сегодняшнее заявление Лаврова, министра иностранных Беларусейской Федерации. Путин повышает ставки, потому что Путин посредством того же Лаврова говорит, давайте быстрее с нами идите на переговорный процесс. Вот вам ещё один элемент шантажа ядерный. Беларусь. Разрушение полностью всех основ международного права, в том числе и по ядерной безопасности. Что, конечно же, критически влияет на точку зрения американского истеблишмента и европейского, особенно западноевропейского, который просто со страхом на это всё взирает и боится как бы того, что вся система сдержек и противовеса, вся система сдерживания рухнет из-за Путина. Теперь, что касается Хренина. Я хотел бы напомнить, что министр обороны Беларуси господин Хренин перед началом широкомасштабного нападения России на Украину участвовал здесь в информационном украинском пространстве, в огромной дезинформационной кампании против нашего государства. Просто все уже забыли, что с ноября месяца 2021 года Россия проводила постоянные учения на территории Беларуси близ украинских границ. 14 февраля 2022 года уже Хренин сказал украинским коллегам по части оборонительной и политические сигналы передал от Лукашенко «Беларусь ни в коем образе нападать на Украину не будет, Россия по территории Беларуси не будет идти и нападать на Украину. Забудьте об этом». Далее он пригласил украинского военного атташе посетить учение «Союзная решимость». После этого, по-моему, 16 числа покойный полковник Макей, бывший министр иностранных дел Беларуси, которого укокошили по той причине, что он договаривался втайне по указке Лукашенко на полях генассамблеи ООН с американцами относительно того, как Лукашенко проскользнуть, давайте скажем, между капелек с вами Леонида Макаровича Кравчука. Мне кажется, что его по этой причине и ликвидировали. Потому что тогда еще велись переговоры в отношении освобождения некоторых заложников из тюрем Лукашенко, в том числе и тех, которые имеют отношение к, скажем так, к некоторым американским медиа. А после этого Макей сказал, что все закрывается, ничего не будет. До 20-го числа, как планировалось, россияне выйдут из Беларуси, а 20-го все продлили. И господин Хренин развел руки, а потом сам участвовал в том, как это все дело проходило, валило. И в том числе и белорусские товарищи на территорию Украины. Все, что делал Хренин, проводил дезинформационную кампанию для того, чтобы Украина сфокусировалась исключительно на юго-востоке и забыла про север, чтобы блицкрик получился у Путина. И хорошо, что здесь сидели нормальные хлопцы, украинские военные, и офицеры, и в том числе и часть политиков, которые давали себе отчет, что происходит, и не переводила силы с севера на юго-восток. Потому что теперь, когда говорит Хренин, вот там ничего страшного, забудьте об этом, ничего не будет, все нормально. Нет. Это нужно воспринимать с точностью до наоборот. Помни о том, что происходило с 2021 конца по началу 2022 года. Вот вы сказали эту фразу, что для Путина Украины не существует. И в целом это не фигура речи, не метафора. Потому что Путин и Медведев, военные преступники, они буквально на медне косвенно ответили министру иностранных дел Швейцарии, который предложил подключить Россию к переговорам по мирному плану Владимира Зеленского. Вот буквально только это заявление прозвучало, сразу же Путин на встрече с чиновниками заявил, что никакие оккупированные земли освобождать не собирается. Медведев вообще разошелся и теперь уже решил критиковать не украинское руководство, а вообще существование самого суверенитета нашего государства. Такая вот цитата. Существование Украины смертельно опасно для самих украинцев. Я говорю о любой, совершенно любой Украине. Наличие самостоятельного государства на исторических российских территориях теперь будет постоянным поводом для возобновления военных действий. Это может произойти и через 10 и через 50 лет. Да, и когда звучат вот такие заявления, удивительно, что до сих пор на полях того же Давоса, например, звучали заявления, причем еще и от Швейцарии, тоже для меня было странно, о том, что мол, давайте подключим Россию к обсуждению мирного плана. С одной стороны, обсуждать решение, наверное, войны без страны-агрессора. Кто-то может сказать, действительно ведь странно, каким образом вы планируете внедрять свои решения. Однако, вот эти заявления буквально прозвучали сразу же. Что за ними стоит, как думаете? Для начала, чтобы было всем все понятно, Владимир Путин в этом своем заявлении сказал очень интересную фразу. Он впервые обозначил земли, которые оккупировала Россия на юге Украины, не как спасенные, как он говорил, или земли, которые Россия считает своими историческими какими-то территориями. Он назвал, что это территории, которые завоевала Россия. Путин стал завоевателем. И он это четко обозначил, что он завоевал, как он считает, часть территории Украины. Медведев, а мы должны понимать, что то, что пишет Медведев и говорит Медведев, это все, что передает ему Путин. И на Западе лидеры западные, и те, кто имеет отношение к западной рите, прекрасно понимают, как нужно воспринимать слова Медведева, как слова Путина, который тот сказать публично не может, поэтому он передает через своего бывшего напарника по рокировке, Дмитрия Анатольевича Медведева, которого он отправил в Совбез. И Медведев заявил, что будет Украина в НАТО или не будет, будет Украина в ЕС или не будет, все территории Украины это исконно русские земли, и какой бы ни была пауза, если она даже будет, Украина все равно будет завоевана Россией, и Россия будет воевать с Украиной. То, что я вам миллион раз говорил, для Украины Россия это экзистенциальная угроза на десятки и десятки лет, и поэтому необходимо серьезно относиться и вот здесь просто для себя определить, что все это надолго, что эта война, она война на десятилетия, горячие, холодные фазы будут переходить, будет останавливаться, но всегда будет восстанавливаться все, возобновляться, потому что Россия не отступит, пока не ослабнет, или же пока не поглотит Украину. У нас нет другого варианта, кроме как победить и выдержать это все дело. Но мы все пропустили с вами очень важный момент. Путин недавно поздравлял своего товарища Бастрытина, кличка у него староста, кстати, вместе с Путиным в одной группе в Ленинградском государственном университете учился, кличка староста. Так вот, он своему Бастрыкину, главе следкома Российской Федерации, направил поздравительную открытку и в ней сказал, впервые упомянул слово Новороссия и попросил Бастрыкина навести порядок на территории Новороссии, то есть на территории захваченных, части захваченных областей Украины, Херсонской, Запорожской, ну и, конечно же, подразумевая другие территории наперёд. Что это означает? Что товарищ Бастрыкин, который, как говорила очень много раз госпожа Альбаса, связан непосредственно с криминалитетом и является серединным таким человеком, связующим между криминалитетом России и властью России, будет проводить чистки на оккупированных украинских территориях. И это очень и очень серьёзно. Мы должны понимать, что все люди, которые носят в себе украинский код, будут ликвидироваться такими, как Бастрыкин. И Путин дал конкретные свои указы следкому РФ, Бастрыкину конкретно, своему давнему товарищу, этим делом, конечно же, заняться. А мы помним, как в 21-м году Бастрыкин сокрушался, что аж один процент судебных решений в России были оправдательными. Допустили. Один процент людей оправдали из тех тысяч, десятков тысяч, которых засадили. Друзья, в том числе, благодаря интернет-магазину Гордон Шоп, мы уже закупили для фронта около ста дронов DJI Mavic 3Flymore Combo, которые уже крушат и громят русских фашистов. Интернет-магазин Гордон Шоп это всё связанное со мной. И мои книжки, и конфеты, птичье молоко, Гордон в шоколаде, и носки, и зефир, Гордон, и чёрный шоколад, и вот такие кружки, и вот такие шарфики «Береги кадык», и даже вот такие подушки. Много чего, что связано со мной. Приходите в Гордон Шоп, покупайте мой мерч и приближайте победу Украины. Ну да ладно с ним. Что касается остального процесса. Мы видели с вами Давос, что происходило в Давосе, да? Очень быстро собрался очередной саммит в Швейцарии. Быстро закрыли оставшиеся пять пунктов из десяти формулы мира Зеленского и огласили, что будет происходить в скором времени начинается организация подготовка саммита мира. Мы знаем, что после того, как этот саммит мира будет запущен, через какой-то промежуток времени направят отдельно взятое приглашение России для того, чтобы она подписала, как считают в Киеве и в ряде других столиц, капитуляционное какое-то соглашение для неё. Понимаете, в этой последней пятёрке пунктов есть пункт седьмой, например, который чётко гласит о том, что Путин должен, и Путин и руководство России должно быть признано виновным и ответить на уровне международного права понести уголовное наказание за совершённые ими преступления. Я знаю, что очень многие страны, в том числе и глобального йога, которые являются участниками этих всех саммитов, не согласны с этим пунктом. Я знаю, что были до Швейцарии и до Джиды до этого определённые разногласия по тем или иным пунктам. может быть, всё это устаканилось. Но то, что этот процесс ускорился с одной стороны хорошо, но с другой стороны, понимаете, чтобы вся эта попытка получить гарантии безопасности от других стран, точнее, оборонные хорошие соглашения, правда, хорошие соглашения, и организация этого саммита мира, знаете, чтобы это всё не заменило мир на мир виртуальный, чтобы мы просто не думали, что это всё какая-то передышка. Возможно, многие на Западе думают, что пауза необходима для того, чтобы изберечь Украину, для того, чтобы она выдержала, чтобы они сами успели подготовиться к очередной схватке с Российской Федерацией. Я предполагаю, что такие мысли, конечно же, звучат. И они есть на Западе. Но, с другой стороны, нельзя заменять какие-то отдельно взятые нельзя заменять реальный мир миром, который спустя короткий промежуток времени окажется, на самом деле, ещё большей фазой горячей войны. Я вот здесь цитату давайте Зеленского нашим зрителям приведу. В целом, всю свою речь в Давосе президент Украины построил не на... Ну, вот у него обычно как, да, он рассказывает о терроре со стороны России, просит оружие, ответственность возлагает на Российскую Федерацию. Здесь же вот вся речь была построена только вокруг Путина конкретно. Ну, всё-таки экономический форум об экономике, о том, что Путин забрал у мира 13 лет стабильности, да, как бы вот такие фразы звучали. Однако вот по поводу заморозки конфликта мне понравилось, как сказал Владимир Зеленский, что Путин это хищник, который не питается замороженными продуктами. Конец цитаты. Да, и вот действительно основной-то посыл был какой, что подать Путина, да, подайте мне Путина, давайте возьмём, и от одного человека сейчас, вероятно, зависит вообще стабильность мира в дальнейшем, да, ну вот я такой посыл слышал, все так зааплодировали, только другое дело, да, зааплодировать и встать, это, конечно, хорошо, но вот понимают ли те, кто слушали, те, кто вроде как соглашаются с тезисами Зеленского о том, что действительно сейчас Путин, именно конкретно он, это проблема чуть ли не номер один. Я думаю, что многие понимают, но здесь президент Украины абсолютно правильно расставляет акценты. Это не от Путина зависит мир и война, хотя это очевидно, что если Путин прекратит своё нападение и уберёт свои войска с территории Украины, всё закончится. Но это также зависит и от Запада, и от других частей этого глобального мира, чтобы они прекрасно поняли, что не нужно разменивать свои экономические какие-то интересы на того же Владимира Путина и на российский режим. Не нужно давать Владимиру Путину подарки перед его выборами и устанавливать какое-то соглашение или толкать кого-то на какое-то соглашение, или думать, что в конечном счёте на каких-то саммитах можно кого-то обхитрить, в том числе и Киев, в Киеве уже обхитрить не удастся и протолкнуть те или иные свои интересы только для того, чтобы Путин успокоился на какой-то короткий промежуток времени, а потом снова начал. Мы уже с вами прекрасно знаем, что балтийские страны и в том числе и немецкий бунтесвер, немецкая армия готовятся к будущему сражению с Российской Федерацией. И мы знаем с вами и заявления со стороны НАТО, которые также представители заявили, что готовятся к возможному дальнейшему столкновению с Российской Федерацией. Более того, Польша даже попросила у Германии разместить на их территории военный контингент. Предыдущее правительство говорило, что 80 лет только прошло с момента оккупации Польши и как-то ещё исторически мало времени прошло для того, чтобы размещать немецких военных. Новое правительство напрямую заявляет. То есть они понимают, что нынешняя угроза, она куда важнее, чем вот эти чувства, чувства исторические, которые испытывают, наверное, до сих пор польский народ после немецкой оккупации. Ну просто для меня это такой был очень интересный штрих, что они именно попросили разместить вся военный контингент Германии. Для меня самое важное в этой ситуации вообще, чтобы у Украины появились хорошие оборонные соглашения со многими странами, чтобы в последующем, в принципе, были в определённом смысле, но если говорить простым языком, действительно даны гарантии хоть какой-то безопасности, гарантии предоставления оружия, причём современного оружия. Чтобы было бы понимание, что Россия в любом случае нападёт, и чтобы они готовились не только самостоятельно к войне НАТО-Россия, но и к войне НАТО плюс поддержка Украины против России. Чтобы после окончания всего этого нам не сказали, ребята, вы молодцы, вы справились, теперь мы сами по себе, вы сами по себе просто идите в НАТО. Так уже не получится. И я очень надеюсь, что на Западе это понимают. Параллельно с Давосом выступал в Соединённом Королевстве министр обороны, министр обороны Гранд Шапс. Его речь уже назвали чуть ли не исторической, всё из-за того, что он, в общем-то, озвучил всё то, что мы с вами говорили уже не один раз, просто публично и на весь мир. Слова Шапса были такие. Эра мира закончилась, мы перешли в предвоенный период. 2024 год станет переломной точкой для всей планеты, а для Украины, которую он тоже вспомнил, годом, когда может решиться её судьба. Эра мира закончилась. Опять-таки, этот тезис мы с вами уже озвучивали. Насколько действительно глобальный Запад понимает, что это так и что предвоенный период уже начался? Он понимает. Более того, тот же министр обороны Британии заявил, что более нельзя контролировать те или иные страны, которые владеют ядерным потенциалом или хотят получить ядерный потенциал. Они прекрасно понимают, что дивиденды от мира уже нельзя получить только от войны тем или иным государством, автократам. Они прекрасно понимают, что закончился этап постхолодной войны, начинается новый этап. Просто количество горячих точек будет увеличиваться, с каждым днём всё больше и больше их будет становиться. Вот мы с вами недавно говорили об Израиле, теперь у нас заблокировано Красное море представителями в Йемене хуситами, 120 тысяч человек. Стреляют ракеты, ракеты блокируют от Суэцкого канала, что не могут пройти корабль, и внизу Бабль-Мандемский пролив, который соединяет в принципе Индию и через Красное море с Европой. Для нас это ничего не значит, вот когда мы так просто обсуждаем это, да? Но на самом деле, когда мировая торговля из-за этого сокращается за неделю на полтора процента, это создаёт инфляцию, это создаёт проблемы с ростом нефти и газа, что выгодно России, и она это вкладывает в вооружения свои, и в перевооружение, и в модернизацию вооружений. Это приводит к закрытию тех или иных предприятий и в конечном счёте к оскудению кошельков американцев, европейцев и в том числе украинцев. Вот маленький такой Йемен, отдельно взятая группка террористов. Там Тайвань горит, сегодня у нас противостояние Иран бьёт по Ираку, бьёт по Курдам, бьёт по Пакистану. Вот оно всё сыпется, сыпется и сыпется. И дальше будет всё больше, больше и больше этих конфликтов, пока мы в конечном счёте не перейдём с вами к фазе, которая уже всеми будет историками названа, Третья мировая война. Или хотите Четвёртая мировая, если мы считаем холодную войну, как Третья. Но то, что Запад готовится к этим всем историям и противостоянию глобальному, это 100%. Потому что они уже заметили, что просто начинается новый переход. Когда министр обороны говорит, что эра получения дивидендов от мира закончилась, он имеет в виду, что начинается эра войн. И вот количество этих войн будет увеличиваться, если коротко. есть шанс у нас удержать наш мир полномасштабный, глобальный, Третья мировая или Четвёртая мировая, как угодно? Я не считаю, что шанс есть. Я считаю, что у Украины есть шанс. Как можно скорее вступить в НАТО и в Европейский союз, как можно скорее с точки зрения исторической перспективы, как у нас уже удастся и как у них получится. И сдержать в принципе нападение России. Не дать России поглотить Украину и защитить свою независимость. Вот для этого есть шанс. Слушайте, во времена Холодной войны была масса горячих точек. Конечно же, это всё будет влиять. Но для нас это главное получить независимую, суверенную, защищённую, сильную Украину. Вот наша ключевая задача. Конечно, она всё будет влиять от Латинской Америки до Тихого океана, от Красного моря и до Арктики. Но нам главное защитить свой интерес. Это самое ключевое. Говоря о поддержке Украины, говоря о том, какие сценарии видят на Западе окончание войны и полномасштабного вторжения России, здесь хотелось бы обсудить с вами цитату Дональда Трампа в первый день после первой его победы на предварительных выборах в штате Айова. 51% набрал Дональд Трамп в принципе с существенным отрывом между Роном Десантисом и Ники Хейли о которых так часто мы говорим и на этом YouTube-канале в том числе. Заявление было такое «Хорошо знаю Путина, мы прекрасно ладим, хорошо знаю Зеленского, поэтому войну мы, мол, закончим очень быстро». И здесь мне очень понравилось, как сказал полковник Светан, если Трамп говорил искренне, то он, наверное, что-то перепутал, он, может быть, хорошо знал Путина и хорошо знал Зеленского, что те люди, которые есть сейчас, это уже совсем другие люди. В целом, вот эта идея быстро окончить войну, несмотря на то, что Трамп подчеркивал уже, говорил, что его решение не предполагает потерю Украины, большого количества территорий, передачу их России. Есть этот план вообще? Вот как вы думаете? Или это все, скажем так, фигура речи для того, чтобы набрать классы, как говорили раньше в «Одноклассниках», да? Первое, не нужно примитивизировать Дональда Трампа и считать его идиотом. Он прекрасно знает, и у него очень хорошая оценка и Владимира Путина, и Зеленского, и Си Цзиньпина, и Норендер Моди, и всех на свете. Чего хочет Дональд Трамп? Почему он говорит, что он за 24 часа всех посадит и решит вопрос? Потому что для Дональда Трампа ключевое не Россия, а Китай. Он это показывал во время своего президентства, и если он станет президентом во второй раз, он тоже будет всё это демонстрировать. Он снова начнёт усиленное противостояние с Китайской Народной Республикой, в том числе и за Тайвань. Именно для этого ему необходима Россия, ему необходимо уничтожить альянс между Москвой и Пекином, и он будет это делать. И ради этого он готов пожертвовать и Украиной, и Европой. Что касается Европы, то Дональд Трамп, конечно же, будет пытаться не только разрушить НАТО, ему вряд ли это удастся, потому что есть всё-таки Конгресс США, но он будет разрушать связи вновь-таки между Европой и Соединёнными Штатами, как он это успешно делал во время своей каденции президентской, когда он устраивал торговые и иные войны с Европейским Союзом. И когда Европейский Союз просто сходил с ума от того, что делает его главный стратегический партнёр Соединённые Штаты Америки. И в этом ключевая опасность, что Дональд Трамп готов всё продать и в том числе и договариваться с судьбым диктатором для того, чтобы только рассчитаться с Китаем. Потому что он считает, что Америка должна быть первой, а для этого все цели и все средства для этих целей хороши. Это самая ключевая проблема. Вот почему, в принципе, это опасность и для Украины, и для Европы. И вот почему Путин так жаждет того, чтобы Дональд Трамп вернулся к власти. Вот здесь, говоря о Соединённых Штатах, сделали заявление в Белом Доме о том, что прекратились поставки вооружения для Украины, то есть денег больше нету. И вот сейчас мы в ожидании 19-го числа, когда, в общем-то, будет шанс проголосовать этот пакет помощи на 2024 год. Однако, вот в преддверии этого голосования и в рассмотрении этого вопроса министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сделал такое громкое заявление, которое уже, я смотрю, понесли и в западных СМИ. Кулеба говорит, «Даже если у нас закончится оружие, мы будем воевать лопатами». Конец цитаты. И вот здесь, да, очень хочется понять, это высказывание, с одной стороны, да, министр иностранных дел, наверняка, это высказывание, которое адресовано на Запад, однако напугало оно уже и украинцев, да, то есть не готовит ли Украину к тому, что придётся, значит, без помощи США, который не факт, что будет, да, ну вот так читается между строками, воевать действительно образно лопатами, а может быть и не образно. Слушайте, США в любом случае предоставят Украине вооружение. Мы знаем, что собирались в Белом доме представители как власти, так и оппозиции, как демократов, так и республиканцев, и, как они говорят, в принципе, к чему-то пришли уже, к чему-то договорились, и сигналы позитивные. Договорятся ли они сейчас, или договорятся ли они в следующем месте, в любом случае у Украины поддержка будет. Пока придёт поддержка со стороны США, европейцы выделят нам деньги. Дело вообще не в этом. Я бы просто на самом деле очень бы осторожно сейчас высказывал те или иные какие-то заявления. Я просто хочу напомнить, что во времена Барака Обамы Украина, как часто говорили в тех же американских СМИ, получала только одеяло и шлемы для своей армии. И давайте не будем просто дразнить никого, чтобы не было какого-то настроя, чтобы мы не возвратились к тому, что было до Трампа, который на самом деле Украине отправил первое летальное оружие. Был ли хорошим президентом Трамп для Украины? Нет. Но то, что он первым предоставил это летальное оружие, в том числе и джаверины, в малом количестве, это правда. Давайте заново не проходить этот процесс и не создавать дополнительные трудности. Поэтому помощь будет. На самом деле украинская дипломатия делает всё возможное для того, чтобы она состоялась. Идут усиленные переговоры. Мы вскоре получим необходимую поддержку. Мы уже знаем заявление Орбана от Венгрии, что он уже за всё готов закрыть глаза, лишь бы ему вернули его миллиарды, чтобы он только мог содержать себя и свою семью, свой клан в этой Венгрии. Но и потом получим поддержку от США. Паниковать точно не надо. С лопатами Украина воевать не будет. Будем на это надеяться. Да, ну и вообще спасибо за то, что действительно объяснили. Успокойно. Да, да, да. Я это слово не очень люблю, объяснили, да, потому что действительно я уже видел такие панические настроения и связаны, приправленные в том числе этим высказыванием кулет. За мной Майдан, за мной Крещатик, главная улица Киева, столицы независимой Украины, которая воюет за свободу с путинской, фашистской Россией. Все самые свежие новости Украины и мира, а ещё профессионализм, патриотизм и совесть. Телеграм-канал Дмитрий Гордон. Вы ещё не с нами? Немедленно подпишитесь и будете знать всё. Напоследок, Александр, есть же хорошие новости из России. Значит, участились атаки по российским городам буквально ночью. Дроны Главного управления разведки, как пишут украинские СМИ, поразили нефтебазу в Санкт-Петербурге. До этого мы видели Белгород, Курск. Вот полтора десятка взрывов на Медне были, в Воронеже там даже было введено чрезвычайное положение. И вот да, с одной стороны пропагандистка Симоньян уже объявила Третью мировую, что она, значит, началась. Но вот в этом контексте я уже неоднократно слышал интересный тезис о том, что за рядом взрывов либо потенциальных, либо тех, которые уже были, могут стоять и российские спецслужбы. Задача одна. Иметь ещё один аргумент для того, чтобы каким-то образом противостоять поставкам Украине нового вооружения. Тут мы говорили об окружении Путина, вы вспоминали людей, которые, значит, ещё со студенческих лет с Путиным, а вот недавно вышло интервью бывшего шефа московского ФСБ, который наблюдал, собственно говоря, приход Путина к власти. И вот в этом контексте его цитата очень любопытна. Он сказал так, его спросили, взрывы домов в Москве, ну, в 99-м году были устроены ради грядущей победы Путина на выборах. И вот этот вот господин Севастьянов коротко отвечает, сомнений не вызывает. И вот здесь, Александр, как считаете, действительно ли, могут ли российские спецслужбы либо стоять за какими-то диверсиями на территории Российской Федерации, которые мы уже наблюдали, в которых обвиняли Украину, либо за потенциальными терактами против собственного населения, ну, вот руководствуясь опытом 99-го года, когда Путин взрывал с ФСБ многоэтажки в Москве. Я правильно помню, что он сказал, что именно Борис Собранович Березовский, российский олигарх, стоял за взрывами? Да, якобы он это курировал. Ну, давайте сначала поговорим о взрывах, а потом о товарищей Севастьянове. Кстати, это очень примечательно. С чего начали, тем и закончим. Считаю ли я, что Борис Абрамович Березовский был осведомлён о том, что КГБ России, тогда уже ФСБ, готовит эти теракты и взрывы? Да. Считаю ли я, что Березовский, делая всё возможное для того, чтобы поставить Путина президентом вместе с Юмашевым, с Абрамовичем, с условно Чубайсом, делали всё возможное, хотя нет, Чубайс тогда всё-таки был против. С Абрамовичем, с Юмашем делали всё возможное для того, чтобы Путин стал президентом и ради этого готовы были пойти на всё? Да. Считаю ли я, что Березовский участвовал в планировании Чеченской и Второй Чеченской войны? Скорее всего, да. Но планировал ли он, заказывал ли он взрывы домов в России? Нет. За этим стоял исключительно ЧК. КГБ, ФСБ, Российская Федерация. Сейчас по порядку. Путин был в деле, Александр, сразу хочу спросить. Конечно, Путин был в деле, потому что Путин уже тогда. Давайте по-другому. До Путина премьер-министром был Степашин. До августа 1999 года, когда Ельцин выбирал для себя преемника. Степашин, в принципе, на эту роль подходил, потому что он так же, как и Путин, возглавлял ФСБ, а до этого и контртеррористическую службу в ФСБ. И направо, и налево всё, что только он и делал, это раздавал во время журналистских интервью. Он говорил, я даю вам слово офицера. Больше ни хрена Степашин, в принципе, не делал. Поэтому им очень сильно и быстро разочаровались в семье так называемой Ельцина, особенно Юмашев и особенно Березовский с Абрамовичем. Более того, они разочаровались тем, что он приблизился уже непосредственно к противоположному лагерю, к Примакову и Кушкову. Но дело не в этом. Как заявил в последующем Степашин после своего увольнения, война в Чечне готовилась ещё с марта 99-го года. В марте 99-го года Путин на тот момент времени был директором и ФСБ Российской Федерации и, более того, секретарём Совбеза Российской Федерации. И Степашин заявил о том, что Путин знал о том, что будет происходить. Более того, как я считаю, Путин не просто знал, но и планировал все эти мероприятия. Когда Путин ушёл, заниматься этими вопросами под патронажем Путина стал непосредственно господин Патрушев, который сейчас является секретарём Совбеза РФ. Но господин Березовский скорее всего начинал войну или был участником всей этой операции по началу Чеченской, Второй Чеченской войны. Потому что именно он, как мне рассказывали некоторые свидетели той эпохи и тех событий, направил господина Басаева и его группировку нападать на Дагестан, устраивать там провокации в августе месяце. В августе месяце, 7-го числа, когда уже Степашину точно выбрасывали, а 9-го уже Путин становился преемником Ельцина и премьер-министром, а далее и его президента и последующим президентом Российской Федерации. И вот Березовский скорее всего это устроил. Но он не стоял за взрывами домов. Он их не организовывал и вряд ли даже хотел это организовывать. Для него было достаточно начала этой войны. Но необходимо было Путину сформировать быстро рейтинг. Человека, который быстро победит. А когда не победит, потому что все понимали, почему тяжело победить. И Степашин, в принципе, не очень-то и хотел в это всё дело вовлекаться, потому что он руководил в 95-м году операцией, когда был директором ФСБ, по освобождению заложников в Будённовске, в Дагестане. Тогда в больницу свезли 2000 человек, и во время штурма многие люди погибли и были ранены. И тогда Степашин уволился. А Путину было плевать и его другу Патрушеву, с которыми они шли на говногу на протяжении многих и многих лет. И они стали устраивать все эти взрывы. Начали они вновь-таки с Дагестана, сразу после начала кампании Басаева. Начали они это всё дело проводить в Буйнакске. Тогда один автомобиль начинили взрывчаткой, он взорвался, а второй автомобиль нашли. Но дело всё быстро замяли. Потом у нас за этим всем делом за это отвечало ГРУ конкретно. Но уже в Москве, когда было два взрыва, в том числе и на Каширском шоссе, в начале сентября тоже, по-моему, 9 сентября могу ошибаться, а в последующем Волгодонск, за этим уже стояли ФСБ, когда жилые дома взрывались. Но далее происходят очень интересные моменты. Рязань. Жители дома понимают, что что-то происходит в подвале. Бегут туда, там какой-то порошок, порошок оказывается гексогеном. Министерство внутренних дел говорит, подождите, это же подготовка к теракту, но ФСБ всё быстро закрывает, патруши выходит, говорит, это учение, это сахар. На этом всё дело заканчивается. Можно было бы предполагать, что господин Березовский стоял за этими вопросами, но здесь есть определённое несовпадение. в Каспийске происходит два подобных теракта. В начале мая. Разница в неделю. Сначала ставится минное устройство центральной площади, уничтожает огромное количество людей. Потом, спустя неделю, на другой центральной улице также ставится такая же уличная дорожная мина, но люди находят и берут вместе с представителями власти троих людей, которые всё это дело закладывали. Один из них показывает ксиву МВД на самом деле под прикрытием ФСБ. Проблема в том, что в 2002 году никакого Березовского в России уже не было. В марте 2000 года, после того, как он отдал Путину ОРТ и был в принципе помимо в смысле, что его выгнали из России и позволили жить, он перебрался в Лондон и к этим всем мероприятиям никакого России. А в 2003 году, из-за того, что он успешно провёл, как было сказано в секретном указе, в тайном указе Путина чеченскую операцию, он ещё и получил героя России. Извините, в 2001 году генерала армии звание он получил. Поэтому все эти события происходили исключительно в тандеме Путин и Патрушин. Но мы же должны с вами вспомнить ещё и о товарища Себастьяна, потрясающем человеке, который когда-то консультировал Тома Крузова во время съёмок «Миссия невыполнима в Москве» и рассказывал ему, где и как можно взорвать Кремль и всё остальное, как правильно ставить съёмку. И когда-то ещё со времён Медведева он устраивал круглые столы между Россией и Америкой, а потом за глаза говорил, что России необходимо в принципе начать проводить жёсткий антиамериканизм. Но дело-то не в этом. И даже не в том, что он был в твоё время и при Чубайсе, и при Юмашеве, кстати, представителем, заместителем в администрации. Туда, конечно же, ставили исключительно представители КГБ. Вообще тогда выбиралось всё исключительно из представителей КГБ. Степашин, Путин, Себастьянов, Себастьянов, Юмашев. Все на свете были представителями КГБ. Какой преемник? Преемник должен был быть один. Представитель ЧК, КГБ России. Но даже дело не в этом. Господин Себастьянов в молодости был помощником академика Сахарова, одного из немногих чистых людей в истории России и Советского Союза, который выступал в поддержку Евреи во время Шестидневной войны и против этого кошмара в Чехословакии и выступал за то, чтобы не допустить того, чтобы Сталина обелили и забыли о всех его репрессиях. Но Себастьянов был у господина Сахарова помощником. И он очень хорошо помнит, как в 1977 году в Москве произошло три теракта сразу. Три теракта сразу в начале 1977 года. В один и тот же день практически, когда взорвали метро. Это был первый взрыв в московском метро. Далее, когда сразу же взорвали на Лубянке ранее Дзержинского, взорвали продовольственный магазин, а далее на Никольской, раньше, по-моему, 25 октября называлась, в Москве, взорвали недалеко от тоже продуктового, по-моему, магазина, тоже был огромный взрыв. И господин Сахаров тогда заявил, и господин Севастьянов, конечно же, это очень хорошо помнит, что за этим стоит КГБ Советского Союза. И нашли тогда троих армян-националистов, которые к этому вообще никакого отношения не имели. Так же, как Патрушев находил после Каспийска десять человек, пять из которых было в Петербурге. Где Каспийс, Дагестан, где Петербург. И вот после этого, после того, как этих троих армян нашли националистов, сразу же стали притеснять диссидентов, о чём заявил господин Сахаров. А у господина Севастьянова очень было бы интересно узнать, так как его карьера сразу после смерти Сахарова пошла вверх, и в конечном счёте он стал главой московского ФСБ, а потом ещё и перешёл в администрацию к Ельцину, работает на высокие должности при Чубайсе, который управлялся на самом деле семьёй, и Юмашин, который на самом деле представлял семью Ельцина и, возможно, и силой КГБ в России, и который ставил Путина. Так вот, у него необходимо спросить, почему так скоропалительно умер академик Сахаров, великий академик Сахаров. До сих пор непонятно как и почему, и до сих пор есть масса подозрений о его убийстве. И это как-то странно совпало с тем, что академик Сахаров хотел представить проект Конституции, который предполагал, что каждое государство в Советском Союзе заслуживает независимости и отдельно взятой страны и суверенитета. Поэтому вся эта история о Березовском сомнительна, КГБ стояла за взрывами, а более того, такие, как люди Севастьянов, стояли, помнят очень интересные вещи, которые на самом деле происходили в тот период времени. И вообще, последнее, я вам вот что скажу, что мало кто знает. В 89-м, даже в 88-м, в 90-м году КГБ СССР понял для себя одну очень показательно правильную вещь, даже с 87-го года можно сказать, что в России наступает эра демократических партий, что наступает эра диссидентов, что идёт национальный вопрос, его необходимо каким-то образом освоить и контролировать. И только в Ленинграде 2500 чем-то человек из КГБ проходили специальную тренировку для того, чтобы вовлечься в демократические те или иные или национальные движения. Поэтому у нас отравитель Литвиненко-Луговой был при премьере, начинал, по-моему, он был охраной, при премьере Гайдари, великом экономисте. Поэтому Коржаков был при Ельцине, потом возле него был Юмашев. Поэтому такой человек, как Севастьянов, был при Сахарове. За всеми этими событиями стояло КГБ. Оно было вовлечено в демократический Путин был при Мэрии Ленинграда Собчаке. Поэтому за всеми этими событиями стояло КГБ, они были инкорпорированы абсолютно везде. И стояли за всеми национальными войнами, стояли за всеми демократическими какими-то разборками, стояли за постоянным противодействием и уничтожением диссидентского крыла в России. И в конечном счёте они все всплыли наверх. Путин президент, а те получили хорошее звание. И до Путина, и во время Путина, и после Путина они будут получать, потому что в конечном счёте Россию вновь возглавит кто? Представитель КГБ. С чем я вас всех и поздравляю. Сразу вспоминаются слова моей бабушки, которая говорила после таких историй «Как страшно жить». Спасибо, Александр, за то, что находите время для нас регулярно. Друзья, я уверен, сегодня было много тем, у вас есть свои мысли по этому поводу. Оставляйте в комментариях, их будет любопытно почитать, возможно, разберём в последующих интервью. Международный аналитик Александр Демченко сегодня к нам присоединялся. Александр, благодарю вас за то, что регулярно помогаете разбираться простыми словами в сложном. Спасибо вам, Дмитрий. Друзья, лайк не забудьте поставить. До новых встреч. Пока.